здравствуйте уважаемые друзья у меня в гостях константин танчика боровой известная общественной деятель политик предприниматель здравствуйте константин здравствуйте михаил ну что ж прошедшая неделя на прошла под знаком событий в тбилиси столице грузии напомню что протестом возле грузинского парламента предшествовал законопроект об иностранных агентах которые как калька был скопирован с российского и которым партия и власть грузинской мечты но фактически попыталась в этой степени заткнуть рот оппозиции так как это свою очередь когда-то сделала россия я тут очень много вопрос хотел бы с константин танчим обсудить нужно с чего-то начать начну безусловно о роли влияния этих событий на россию украину и в контексте российско-украинского противостояния константин танчим словом да значит смотрите дезинтеграция советского союза распад он начался конечно не в девяносто первом году этим событием гкчп предшествовали большие радикальные события связанные с распадом так называемых зон влияния советского союза это в восточной европе берлинская стена кстати говоря я в семидесятых годах был в германии в гдр и эту берлинскую стену 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 наблюдал она была называется берлинской но на самом деле она очень большая очень длинная сто пятьдесят пять километров вокруг города и немцы ее называют ну коммунисты немецкие гдр и русские ее называли антифашистский вал вот началось значит распад стены падение стены берлинской это еще в полной силе советский союз это осень восемьдесят девятого года осень восемьдесят девятого года ставляете это за сколько началось и в общем распад варшавского договора произошел безусловно не по инициативе горбачева вот но произошел раньше распада советского союза вот такие признаки начало процесса ну вот мы сейчас его и наблюдаем причем 90 год 90 91 начались протесты в разных частях и советского союза и в литве и в тбилиси тоже вот то есть собственно процессу распада предшествуют такие признаки распада в периферии в сегодняшних условиях ситуация значительно более сложная для путина чем она была скажем для советского союза тогда российские советские войска полной силе были в германии и в грузии и вообще везде а сегодня усилиями путина произошла концентрация сил спецслужб войск силовиков вот на одном направлении в украине это значит что периферийные направления серьезно ослаблены и скажем я не удивлюсь если молдова начнет какие-то активные действия в приднестровье или грузия после того как будет отстранена от власти представители путинской этой власти грузии партия грузинская мечта по существу и ванишвили и в сирии возможны так сказать изменения и ну во многих местах и в некоторых частях центральной азии в рис в государства центральной азии где тоже ослаблено влияние путина современной россии то есть сегодня признаков или условий для начала такого широкого процесса дезинтеграции очень много и и конечно это будет оказывать влияние на события в украине и более того я предполагаю что если оппозиции в грузии удастся ослабить сместить вот этот режим у ванишвили то путину придется сворачивать свое присутствие в украине безусловно синтон чуть мы сейчас рассмотрели ситуацию в грузии как некую часть вообще вот этого постсоветского пазла роли россии затронули в этом давайте попробуем перенестись обратно в тбилиси и посмотреть уже на другом уровне на происходивше знаете меня события тбилиси натолкнули на мысль что во многом грузинская мечта она повторяет действия путина в украине в каком смысле то есть по сути владимир путин напав на украину он совершил огромную ошибку потому что он поставил себя в ситуацию полной неопределенности если раньше запад был готов мириться с аннексией крыма запад препятствовал к сопротивлению мы сами это обсуждали аннексии крыма в марте четырнадцатого года запад не поставлял украине оружие это теперь все по-другому если бы россия не начал эту войну ну скажем так запад бы не педалировал вопрос крыма то же самое и ванишвили в грузии и точнее то же самое грузинская мечта в грузии у них все абсолютно было вся полнота власти все мэры городов у них сосредоточено в руках абсолютно все все ресурсы они не могут в принципе пойти к власти мой вопрос к вам на имя оппозиции грузинской не может пойти к власти мой вопрос к вам зачем грузинской мечте понадобилось принимать этот дурацкий закон об нка ведь было очевидно что если не массовые протесты так точно запад поставят ультиматум грузии и она будет вынуждена согласиться с этим ультиматумом может иначе она впадет в полную зависимость от россии во первых грузии находится в полной зависимости от россии уже давно и ванишвили его группа вот это создана им партия грузинская мечта и поддерживающие его политические и бандитские силы они с трудом удерживают власть в грузии с трудом на на последних выборах и в этом уже нет никаких сомнений фальсификации были огромные и на президентских выборах и на парламентских выборах и ситуация меняется то есть народ грузии осознает опасность этой власти это знаете вопрос который вы задали это тот же вопрос а зачем путин напал на украину все же ведь хорошо все прекрасно власть контроль он напал на украину потому что он теряет власть в россии для него а главная оппозиция это не там политические какие-то группы главная оппозиция для путь это народ общество которые действительно не хочет сопротивляться принимает даже такие ну неприятные неудобные условия существования которые предлагает путин но даже их путин не в состоянии поддерживать падение жизненного уровня очень быстро и очень радикально и укрепление власти традиционным способом ну вот внешняя агрессия то что делала там это не путинское изобретение это делала и царское правительство начав скажем японскую войну есть константин давайте тогда уточню вы считаете что решение о внесении этого законопроекта в грузинский парламент было принято не в билисе в москве да безусловно и более того я думаю рассматривались варианты усиления как это было в украине во время майдана усиление спецслужб грузии полиции грузии некоторой помощью из россии во всяком случае у меня почти нет сомнений что сейчас этот вопрос вчера сегодня обсуждается так же как он обсуждался с януковичем по поводу использования российских спецподразделений против майдана константин а в чем вообще логика подобных действий страны россии в грузии например настаивание на внесение этого законопроекта я просто не понимаю на что тогда направлены действия россии следом и так инсталлировано пропутинское правительство это тема который с которой мы с вами начали советский союз начал распадаться в чехословакии в германии в болгарии в странах варшавского договора и в там африканских странах южноамериканских странах когда начали слабеть вот эти режимы поддерживаемые советским союзом когда они некоторые из них просто отказывались от этой поддержки пытались найти какой-то свой путь как это называлось неразвитой социально развитой социализма советская идея человеческий социализм ну какой-то террор был значит такой социализм с человеческим лицом ну нету в истории человечества примера но ни одного когда социализм привел бы ну какой-то по какому-то позитивному результату есть пример который очень любят американцы ну кому социалисты коммунисты американские швеция сами шведы отказываются признавать что это социализм это капитализм который иногда начинает усиливать социальные программы это не социализм а демагогия вокруг строя вокруг организации управления государством но она может быть любой но в том числе это может называть социализм но это не социализм скажите пожалуйста а чем объясняется вот такая уникальная позиция бензина и ванишвеле видим мы видим что запад соединенные штаты америки в частности борется с олигархами на посредством пространстве борется молдове борется в украине но прежде всего это конечно фигура игоря коломойского там мы понимаем что штат америки борется с этой фигурой почему нет такого в грузии почему бензина и ванишвеле будучи бизнесменом сделаешь свой основной капитал в россии имеющие безусловно некие интересы в россии он находится вне подозрений как бы вне фокуса внимания американских органов бензина и ванишвеле это агентура путина и это осуществу де факто руководитель грузии авторитарный руководитель грузии который осуществляет это руководство через созданные инструменты но он руководитель грузии исходя из совершенно дипломатических соображений американцы не хотят вступать в конфликт с руководителем государства но мы по-моему с вами это обсуждали в организации объединенных наций 200 государств из них собственно авторитарными являются почти половина и и соединенные штаты и европа там западная они не считают своей задачей бороться со всеми этими авторитарными режимами предполагаю что это задача граждан в африке существуют режимы более жестокие чем скажем российский режим ну правда без ядерного оружия пока хотя вот иран видите сейчас американцы делают очень резкие заявления демократическая партия относительно ирана а до этого снимали санкции делали прямо противоположное то есть борьба с авторитарными режимами это только знаете в конспирологической вот советской практике тезис распространен на используемые что цру планирует злокользная цру планирует там арабскую весну или распад советского союза или что-то еще ну менее всего они хотят вмешиваться в эти процессы и вмешиваются по необходимости ежи примера химика в молдове и кломойского украины то что касается олигархов здесь довольно тоже циничная позиция понимаете я не хочу поддерживать российских олигархов но мне совершенно ясно что сегодня существует ну грубо говоря ровно два типа олигархов олигархи предприниматели которые создали свои бизнесы в демократической россии сильные предприниматели и в украине между прочим и олигархи вот ну окружение путина олигархи которые к бизнесу не имеют вообще никакого отношения они настоящие олигархи они получили во владение огромные ресурсы от путина создают компании по всему миру проникают в структуры западной экономики а но знаете как в старом анекдоте почему ты ищешь здесь под фонарем ты же потерял это там вот вдалеке но под фонарем то лучше видно понимаете лучше видно вот тех предпринимателей которые не являются олигархами они просто богатые предприниматели из 90-х годов их лучше видно и с ними легче бороться а с олигархами с коломойским легче бороться он самостоятельный сильный предприниматель насколько я понимаю хотя мы с ним не знакомы я не особенно слежу за ним вот и фридман там ну многие российские предприниматели из 90-х годов безусловно часть из них работает с путиным но эти предприниматели работают с путиным не потому что общаются взаимодействует не потому что они хотят этого когда бандиты захватывают банк то все кто находится в банке в том числе служащие становятся заложниками и делать вид что вот эти сотрудники заложники что они такие же бандиты такие же олигархи если использовать эту терминологию но это такой легкий выбор и по существу игра на стороне путина понимаете эти люди сегодня создают крупнейшие компании они инвестируют насколько я понимаю триллионы долларов в западную экономику триллионы и их никто не видит а там Петю Авена который создал ну в общем довольно цивилизованную группу там в какой степени он помогал Путину я не знаю он на виду поэтому его можно там арестовать его коллекцию лишить его там гражданство какое-нибудь коллекцию живописи вы имеете ввиду да да в Риге по-моему они описали его коллекцию я его не жалею он безусловно там как Михаил Борисович сказал недавно что я не боровой я не радикал вот он не радикал он не будет бороться с режимом так же как и сотрудники захваченного бандитами банка они не готовы бороться с режимом но из этого не следует что они преступники а нежелание вот сейчас обнаружили и заморозили 350 миллионов то есть миллиардов долларов из них 300 миллиардов это средства СВ открыто а 50 миллиардов это ну в той или иной степени тоже открытые прозрачные деньги открытых прозрачных предпринимателей а то что компания Ганвар которая стоит и в которую инвестировал Путин которая стоит полтриллиона одна компания 500 миллиардов этого никто не видит просто вот их пальцем тыкаешь носом говоришь вот они деньги на которые можно восстанавливать Украину нет это вот надо еще доказать понимаете вы хорошо знали Михаила Саакашвили и ездили к нему с Валерией Новодворской в 2000-е годы почему так получилось почему Грузия она настолько откатилась в своем скажем так бренде я даже не беру вопрос связанный с авторитаризмом потому что Саакашвили был сильным политиком авторитарным политиком но при Саакашвили все таки бренд Грузии он шел в гору а при нынешней команде грузинской мечты бренд Грузии стремится к нулю вот почему так произошло почему после Саакашвили оказалось что выжженное поле ну во-первых обращение к вам Михаил Михаил Саакашвили авторитарный политик авторитарные политики не уступают власть в течение там нескольких месяцев ну так западно Саакашвили давил западно Саакашвили давил так же как он дает честно грузинскую мечту Михаил Саакашвили не был авторитарным политиком он боролся с феодальным по существу режимом который сложился в Грузии с режимом кланов эти кланы владели направлениями в экономике в социальной сфере владели министерствами он просто разрушил эту клановую систему в Грузии ему пришлось посадить в тюрьму большое число людей но это автоматический процесс я так получилось я дружу и дружил с ваноми Рабишвили который был правой рукой Саакашвили который собственно занимался этими вопросами вот безопасности создания структур новой Грузии вот и это же были очень интересные события понимаете открывается какая-то коррупционная схема колоссальная они предупреждают главу вот этого клана там министерства социальной политики что все больше рассчитывать на то что этот бюджет министерства принадлежит семье нельзя этот бюджет принадлежит государству и никто не верил эти люди эти кланы они не верили что Саакашвили будет это делать и их арестовывали они оказывались в тюрьме там же ведь понимаете эти кланы владели не только направлениями экономической деятельности министерствами у них были собственные армии и во взаимодействии с прежними спецслужбами ну фактически с КГБ Грузии или с ФСБ России что одно и то же они продолжали управлять Грузии и разрушение этой структуры которая была разрушением клановой структуры и структуры агентурной сети России это качественно изменило лицо и структуру самой Грузии вот сегодня я не устаю это повторять это то что Владимир Зеленский еще не сделал то что происходит вроде бы само собой но я в это не очень верю структура агентурных сетей России в Украине не разрушена она существует она существует в армии она существует в спецслужбах и то что происходит в Украине это происходит вопреки существующим вот этим структур и это очень опасно и в момент когда Украина начнет восстанавливаться механизмы вот этого воздействия будут включены опять и опять возникнут олигархи и опять это будет не открытая свободная экономика а экономика близких друзей и это очень опасно и причина этого того что произойдет недоработки нынешней власти которые не хочет заниматься есть оправдание отмазка так сказать это состояние войны вот но этим сегодня надо было бы заниматься а Константинович в завершении не могло вас не спросить о скандале в благородном семействе между Леонидом Волковым группой ФБК и Алексеем Венедиктовым вы в курсе этого скандала вкратце Алексей Венедиктов помимо руководства радиостанции о Москве он также является издателем журнала дилетант издателем журнала мой район который носил краеведческий характер и описывал историю отдельных районов Москвы и в общем выяснилось что деньги на издание этого журнала по сути дала московская мэрия причем средства полученные на издание этого журнала предусматривали достаточно серьезный гонорак для самого Менедиктова по сути около по прикидкам посчитал где-то 300 тысяч долларов Менедиктов он это дезавоировал в том что он не просто не получил деньги он еще вынужден был доплатить и тут же он предъявил обществу бумагу в которой Леонида Волков соратник Алексея Навального несмотря на публичную позицию ФБК необходимости введения санкции послал некую бумагу в Брюссель с просьбой снять санкции с Михаила Фридмана известного предпринимателя основателя Альфа-банка кстати которая тоже есть в Украине офис Альфа-банка уроженца Львова вот как вы относитесь к этой всей истории Константинович ну это очень российская история история такого стиля взаимоотношений которые базируются на предательстве на коррупции на механизме выяснения отношений понятно что ФБК которая разоблачила Венедиктова так сказать разоблачила оно действует по указке ФСБ это материал который скачали для них как впрочем и до этого скачали ФСБ Венедиктова ФСБ сейчас ну вообще российская пропаганда российские спецслужбы сейчас как это было кстати говоря в двадцатые годы обратили внимание после разрушения оппозиции внутри России обратили внимание на оппозицию в эмиграции хотят ее подчинить хотят на нее влиять и в связи с этим вот компромат был опубликован против Венедиктова против эховцев компромат который является на самом деле частью компромата они могут больше материалов дать Венедиктов тут же так сказать в стиле взаимоотношений вот с Наваль Навальнистами с фон борьбы ФСБК вот тут же начал дискредитационную кампанию против Волкова вот который ну они действительно очень коррумпированы так же как коррумпирована власть коррумпированы инструменты этой власти то что мы должны правильный вывод сделать из этого но это инструменты Кремля которые конкурируют между собой конкурируют за финансирование дерутся иногда понимаете Навальный публикует компрометирующие материалы против ну почти всех в Кремле это обычная так сказать практика ну раньше это КГБ делал объединенные спецслужбы создание компроматов создание ну шантажирующих материалов для конкурентов Константинович ну очевидно что это письмо оно появилось не просто так и я думаю что за это ФБК очень хорошо отблагодарили скажите мне зачем понимая что все равно тебе необходимо искать деньги необходимо говорить с российскими олигархами необходимо подстраиваться под ситуацию зачем а риторически в публичной плоскости вы призываете вводить санкции против Фридмана а после этого его оправдываете в глаза в Брюсселе очевидно же что если бы не Венедиктов опубликовал то это точно бы выяснилось через другие источники структура фонда борьбы с коррупцией я об этом много раз говорил это инструмент Кремля инструмент спецслужб то есть внутри видовой борьбы да или там борьбы башен или там по-разному это все называется отсюда вот такая противоречивая что ли позиция есть еще понимаете важный элемент связанный просто с шантажом это же инструмент придуман был еще КГБ когда не было интернета тогда были такие маленькие газеты которые существовали там месяц два месяца в которых публиковался компромат были курьерские службы были курьерские службы которые распространяли эти компроматы в свое время мне как президенту самой большой коммерческой организации в России присылали материалы компрометирующие против Гусинского против Ходорковского вот ну я сразу им переправлял чтобы они знали что против них борьба ведется это шантаж это обычный шантаж спецслужб шантаж иногда за деньги а иногда за послушание за влияние понимаете то есть от Фридмана от Авена по всей видимости хотели добиться некоторых действий ну на которые они как-то не соглашались доброволь вот это действия спецслужб российских это их стиль стиль КГБ понимаете сегодня КГБ существует в связи с информацией российских спецслужб существует в самых разных формах там отдельно СВР отдельно ФСБ отдельно это информационная служба отдельно служба безопасности но это КГБ это люди с очень определенным стилем мышления в свое время был такой у Ельцина помощник Коржаков да Александр Пятка это служба охраны он на пресс-конференциях гордо демонстрировал свое удостоверение офицера КГБ это уже девяносто пятый год по-моему никого КГБ не было Константинович спасибо вам большое за это интервью Константинович Боровой известный общественный деятель предприниматель политик был сегодня с нами огромное спасибо константин спасибо спасибо